Всем хай! Судя по названию этого видео, вы научитесь создавать вот такие вот постеры и создавать самые шедевральные анимации. Я Алекс, и это рубрика «Туторы по соус-финмейкер». Не, как-то скучно получилось. Перед тем, как вы запустили «Сус-финм-маркер», у вас выскочит вот такое окно. Первое, мы видим само название, то есть, как вы назовёте своё творение. Лично я назову так. Май-бат. Парфект. Главное, чтобы оно было на английском, а иначе, если вы уже написали на русском, то простите. Вы потратили свои драгоценные часики впустую, создавая... Создавая и сохраняя проект. Директоры — это путь, где вы будете сохранять свой проект, что вполне очевидно. Фармирайт — это кадры в секунду, грубо говоря, FPS. Да, что тоже очевидно. А Рецент — это предыдущие проекты. Открытие сессии, то бишь, открывается через другое окно, которое появляется после нажатия этой кнопки. Окей, как только вы нажали «Создать», появляется красная угрожающая надпись. По чёрному экрану мы нажимаем правую кнопку мыши и на кнопку «Лотмап». И выбираем любую карту. Лично я возьму «Телфорд», ведь с него всё и началось с «Тим Фортерс». Вы можете взять любую, будто это турбина, дабл кросс, оранж или... оранж или... оранж. А, ещё оранж. И пришли ко второму шагу. Для того, чтобы заспавнить модельку, мы нажимаем на плюсик, после чего на «Крэйт Анимэшн Ньюф Модов». Или можно так же, нажимаем по плюсовой области правой кнопкой мыши и так же «Крэйт Анимэшн Ньюф Модов». Перед нами появилось окно, окно с модельками. Чтобы заспавнить модельку, мы нажимаем на эту кнопку. Так, переходим к следующей части, это «Позинг». Я выбрал подрывника только потому, что у нас намечается жуткая боль в плане «Позинг», так что мы все прекрасно знаем, что чернокожие алкаши ничего не чувствуют. Ах ты чёрт! Чтобы задать модельке какую-либо позу, мы переходим на вкладку «Motion Editor», нажав на эту кнопку. Далее, нажимаем сюда, чтобы перетестить чёрную тушу в удобное для нас место и более красивое. Кстати, если вы ленивый человек и вам лень дотянуться своим жалким курсором до близкой кнопки, нажмите клавишу «F», то есть «А», клавишей «W». Чтобы нам выбрать конечность, зажмите «Контрол» и кликните по одной из части тела, и нажимаем на эту кнопку, или же «И». Изведем руку в любом направлении. И таким образом можно сделать идеальную позу. «У меня как будто все кости переломаны». Итак, мы создаём камеру, чтобы настраивать её линзой, размытие, освещение, ну и прочее. Подбираем ракурс, и мы переходим к следующей части. Это шапки. Чтобы надеть шапку, нам нужно заспаунить её по принципу той же модели. Далее, мы привязываем основную модель к шапке, выделяем саму шапку и вытягиваем ползунок к зиру. Вуаля, шапка одета. С оружием мы проделаем ту же самую операцию. Ну и, в принципе, так вот получается. Окей, давайте создадим частицу света, чтобы придать объём римлайта. Мы создаём частицу света, перетаскиваем частицу в это окно, и мы можем спокойно им управлять. Если вы не можете поймать римлайта, то заходим на вкладку «Жиндовс», заходим сюда и нажимаем на «Секьюрити вьюпорт». И это окно мы двигаем туда-сюда, куда душа пожелает. Можете даже, как у меня, расположить её. Чтобы сделать его ярче, вытягиваем этот ползунок «Интенсити» или же этот. Чтобы сделать слабее, вытягиваем его назад. Также можно регулировать глубину тени вот этим ползунком. А чтобы вообще отключить тени, нажимаем на «Disable Shadows». Чтобы сделать волюметрический луч, мы также создаём чисто света, включаем волюметрик лайт, и также располагаем, вытягиваем полностью этот ползунок и этот. Если вы видите саные лестники, то мы заходим в «Эффекты», делаем следующее. Создаём «Оверэффект», далее нажимаем «Жов элемент», потом мы вписываем вот сюда в «Поиск», нажимаем на «Первое попавшееся». Далее нажимаем и убавляем на «10» или «9». И мы теперь не можем видеть эти самые лестники, благодаря крохотным пикселям, которые смешивают идеально лучевой свет. Если вы долбанный литяй в позинке и боитесь получить модельку, то можете активировать «Риг». Не, не тот самый «Риг» с «Ригой Морти», а именно другой «Рига». Ну, вы короче поняли. Итак, мы нажимаем на «Риг», «Vipid Simple». Ждём некоторое время и меняется скелет модельки при задержке «Контрол». Вот так вот можно быстро позировать модельку, вне зависимости как вы расположили любую конечность или кость. Давайте мы завершим финал флексами лица. Не те флексы, которые вы могли подумать, а совсем другие. Мы заходим в раскладку «Фейс» и выделяем в закладке теми же ползунками, мы регулируем будто глаза и само лицо. И, наконец, мы подошли к финалу. Сохраняем проект и переходим к рендеру. Если у вас старичок или работает, ну, в плане железа, то у Full HD пока что оптимальный, ну, или просто HD. Ну, а если у вас просто монстр на стероидах, то вкусный 4К к вашим услугам. Чтобы не было пикселей, мы выставляем в первой вкладке 1024, а во второй – 264. Рендерим, и ваш постер готов. Теперь вы научились создавать постер, как обращаться к инструментам, как правильно привязывать шапки, как даже создавать частицы света, искусственность этот самый. Итак, следующий туториал будет посвящен анимации. С вами был Алекс, отписывайтесь от Фанты и подписывайтесь на меня. О, сука, Тоби пи***да.